Ребята, вот смотрите, уже Meadow of Homs зацвел. Посмотрите, какая красота. Это цветочки для эфирных масел делают. Очень хорошо мед выделяет, сильно мед выделяет. Мед такой темноватого цвета, но очень и очень ароматный. Красота. Так, доброе утро. Вот мы и завозим пчел на клюкву, чтобы нам быстрее было. Вот первый раз здесь опять палитов, на другом месте еще пять палитов. Вот сегодня даже глаз не сомкнул. Вчера весь день работали. И, короче, вечером в семь часов начали грузить, полвосьмого уже выехали. Вот такие чековые поля. Это клюква. Еду очень аккуратно, потому что три яруса, а прижимного нету. Немножко вот плоховато. Ну, зато лишний рейс не делать. Но потихоньку здесь еще дорога не очень такая хорошая. Ну, что сделаешь? Еще не сделаешь? О! Красиво! Уже вот первые цветочки уже пошли на клюкве. Думаю, погодка вроде бы должна нормальная быть. Тоже здесь в субботу-воскресенье тоже вроде бы они дождик чуть-чуть обещают. Я не знаю, вот где цветочки, как называются, но цветут. Желтая акация, вот она цветет. Немножко далековато возить. Так-то нормально. Ну, с прижимным лучше. Посмотрите, как все ухожено. Поехал сейчас, он зачекал. Видите, он край уже цветет, нормально цветет. Я чуть-чуть попозже сниму, как она цветет. Потому что мне надо еще на три места завести пчелу. А уже седьмой час утра уже. Ну, здесь ветра нету сильного такого. Обычно холодно, а все-таки тепло. Вот, смотрите, поля. Чеки. Как рисовые чеки. Только здесь чуть повыше. Они ступенка за ступенкой идут. Вот он уже мне. И чек привез. Пока я здесь разгрузил, поеду. Сейчас на другое место еще 20 семей разгружу. Он в этом году взял 68 семей. Мы что-то просчитались, а лишних взяли 12 семей. Он сказал, нет проблем, я заплачу за эти. Красиво все. Зелена здесь вообще. Акации моря здесь желтой. Если земля песчаная, конкретно песчаная земля. Вот домик. Тихий такой домик. Старенький, правда, уже. Но хороший. А этот вот уже мы все завозим Дэну. Здесь вот у него такое. А здесь у них у всех озера, озерки. Они именно вода, чтобы у них там было. И постоянно воду заливают. Посмотрите здесь, как сделано нормально. Красиво все сделано. Ухожено. Это домик так вот. Вот еще осталось у меня там 20 штук. Сейчас поеду 10 майлов отсюда. Красиво. Смотрите, какая красота. Он кабинеты делает. Кроме того, что Грамбери занимается, еще кабинеты делает. Красиво. Красиво. Как в сказке. Попа вот качает воду. Вот уже здесь все интересное. Вот Вика Ежевика. Она уже, вон, первые цветочки уже пошли. Раньше, чем у нас, а-то почему, не знаю. Обычно здесь немножко задерживается. А в этом году оно раньше. Здесь хорошие места. Здесь очень хорошие места. Видите, вот гейт такой. Здесь три палита, но обсчитались. Поставим четыре. Будет нормально. Бонус. Здесь бешеное развитие. Какая разница, где они у нас будут стоять. Здесь будут стоять или там будут стоять. Вот под утро где-то в пять часов я сюда заехал. Даже раньше, полпятого. Гейт было закрытое. Пришлось мне назад сдавать на дорогу. Сыну позвонил. Он мне сперва не брал телефон. Видно, там часть дороги есть. Ну, нет сервиса. Дозвонился потом ему. Сказал, что гейт закрытая. Вот он где-то, наверное, полшестого утра. Он приехал, открыл гейт. А я уже поехал. Там пчел загрузил. И думаю, поеду разгружу. Сперва. Тех всех. Оставлю только двадцать семей. Вот двадцать семей оставил. Посмотрите. Это, короче, как-то я рассказывал. Это инвалид детства. Он вообще, вообще не ходит. Только на колясочке. У него пять тысяч баранов. Пять тысяч баранов. И, короче, вот клюквы. Посмотрите, какое озеро. Шикарнейшее. Красотулька. Конкретная красотулька. Сегодня ветерка нету. Посмотрите, как зеркало стоит водичка. Обычно рябь. А так вот, смотрите, какие эти. Желтая акация красивая. Немножко отсвечивает от панели. Утро из-за этого так оно. Ну, ничего. Сейчас. Разгрузим последние двадцать семей. Честно говоря, думал, до вечера придется ждать. Не успею. А слава богу, успел. Видите, здесь у них у каждого почти своя техника есть. Хороший вот хитачи. Сейчас вот мы здесь поставим. И заберем. Отвезем. И будет нормально. Вот так вот поставим машинку. Красота. Посмотрите. Как красиво все. Ну, а это еще даже не видно цветочков. Здесь найдут. Вон зато он уже. Ежевичка уже начала свести. Пока будет отвлекаться по ежевике. По желтой. Акации. Будет нормально. Вот знаете, какие ячейки хорошие. Ну, вот и все. Последние два палета. Двести двадцать четыре семьи. Уже вот начали вылетать пчелки он уже. Ну, вот и все, ребята. Последние два палета поставил. Видите, я эту ямочку поставил. Здесь, ну, много ветров. И постоянно такой 10 майлов, 15, а то и 20 майлов. Короче, ветер. Постоянно стабильный ветер. То они вот там вот, видите, специально делают, как загородку ставят, чтобы спазняка не было, не дувало, короче. Это специально для пчел они там вот, как заборчики такие ставят. Посмотрите, акация цветет. Она долго. Вот посмотрите, 50 дней мы здесь оставим. И мы уезжаем, и эта акация еще цветет. то неплохо они. Мы вот здесь делали 5 рамок пчелы и 15, нет, 13 рамок вощины полностью. То они вот все здесь оттянут, а потом мы уже посмотрим, если у нас останется сушь, супера, медовый, это, подмет, то, значит, мы им расставим. Если не останется, то у меня есть больше 200, там, наверное, по 300 суперов с вощиной. Привезем, короче, вощину поставим. Может, что-то они дотянут еще. Здесь, я говорю, развитие просто бомба. Здесь вот через две недели приедем, их просто не узнать этих пчел будет. Там сейчас расплоды такие, печатки, по три печатки, короче, конкретных по три печатки. Такая красота. Желина, воздух хороший такой, иодированный за счет океана. Вот с той стороны океана. Здесь от океана, наверное, уже пару майлов всего. Друженица наша. Ребята, доброе утро. Вот вчера, как в пять часов утра встал, повез, короче, пчел там недалеко от Шапа. Итак, вот весь день работал. Вечером пчел мы загрузили, пол восьмого уже мы выехали. Вот всю ночь пчел развозил. Так, чуть-чуть как чумоватый. Ну, может, часок сейчас отдохну, перекушу, и поеду уже домой. Пять часов еще езды до дому. Но сегодня, думаю, наверное, работать не буду, потому что уже полдевятого, пока доеду обед, поеду просто отсыпаться. Так что, труд пчеловодный нелегкий. Ну, ничего, честно говоря, обижаться нельзя. самое главное для души. Это самое главное. Вот у нас, смотрите, акация. Рано она в этом году здесь зацвела, очень рано. А вот такая же акация, только, смотрите, совсем цвет чуть-чуть другой, очень красивая. Она здесь как сорняк идет, ее уничтожают здесь американцы. А вот здесь и желтая, видите, сколько еще бутонов. А это, посмотрите, какая красота, как нарисована. Красотища, да и только цвет какой, посмотрите. Супер. Отличненько. ездить и пчелкам разгуляться. Будет все отлично. Ну, ладно, ребят, буду двигать домой. Сейчас перекушу, руки помою, умоюсь, да буду двигаться уже к дому. Так, ребята, смотрите, какая красотища. вон они, олени, стая целая, пасутся, вон они большие. Здесь они постоянно обитают, это их место обитания. Здесь вот идет как каньончик такой, небольшой. с левой стороны сейчас будем там речка вдоль всего короче этого 40 майлов и все, речка движет, идет даже на 40 40 70 40 80 50 майлов где-то примерно нам это до пятерки. Чуть дождик начал капать, хорошо, ветра нету сильного, тепло, вот в кофте был, то жарковато, заехал здесь как она как рестерия такая смотреть на этих оленей, то вон посмотрите какая красотища, речка идет всю дорогу. движение идет, солярка дорогая, а как люди ездили, так и ездили, то может кто-то там меньше стал ездить, мы тоже так же как ездили, так и ездим, ничего меньше мы не стали ездить, потому что бизнес, он и есть бизнес, надо эти кустарнички, красота, да и только старенькие домики, как-то люди обустраивают, все нормально, селенько, все зелено, нормально, вот там сделали уже мост, еще не закончили, но сам мост, уже новый мост, я как-то снимал, когда его только делали, а сейчас уже вот смотрите живут люди прямо на берегу речки, домики стоят снизу, видите, они сделаны со шлакоблока, все цветет, красота, первый этаж сделан со шлакоблока, это вдруг подтопление или еще что-то, короче, а второй этаж деревянный уже, нормально, видите, едут кемперы, на кемпинг едут триллера орвишки и вперед, здесь это очень как бы распространенный отдых, очень много американцев выходят на пенсию, покупают или автобуса, или вот орвишку, видите, вот на океан едут отдыхать, один за одним, короче, каких только нету, разные и длинные, короткие, все, чего только душа желает, только работай, зарабатывай и отдыхай, дорога там это мост одного линия только там пока работает, другую линию они еще не доделали, вот сейчас машина встречная идут пройдут и мы пойдем да ребята думал сильный я а уже окажется нет батарейки хватило на 30 часов кое-как я вот после этой ночи проехал всего майлов 70 и кое-как дотянул до рест эри просто вырубаюсь думаю не наверное заеду немножко хоть подремлю вот заехал где-то два с половиной часа подремал и нормально стало сейчас уже могу спокойно ехать а так бы не доехал тяжеловато старый стал уже совсем старый видите вот они сейчас дорогу как они какую глубину смотрите какую глубину они делают наверно метр потом а трамбу это крупный камень короче трамбует потом короче бетон ложат а потом на бетон асфальт с арматурой бетона потом асфальт смотрите какой красавчик мост они сделали шикарный то зеленый старый мост был а это вот они еще не доделали ну сам мост уже готовый просто дорогу там они доделают смотрите какая красотища а вот старенький мостик нормально делают молодцы делают на века делают не то что там сделали лишь бы косо криво лишь бы живо здесь делают действительно на совесть вот теперь речка с этой стороны уже она меньше там сильно разбивалась а а вот облубери посажено вот на поле в булубере красивые места здесь очень красиво ежевика уже цветет здесь очень много дикой ежевики очень очень много здесь далековато и дикой ежевики у нас там очень много но у нас еще она не зацветает только где-то ближе к асфальту то первые цветочки тоже кое-где есть а здесь смотрите вроде ближе к океану попрохладнее а раньше ежевика зацветает вот ребят смотрите лес вырубили и новый посадили здесь они молодцы вырубили и садят опять молодой лес елки такого нету чтобы вырубили и так голо все было они как так вот природе здесь они очень очень бережно относятся во всех отношениях к животным к рыбалке ко всему на все есть лимит и все такого браконьерства как в союзе было такого вообще нету если есть только русские могут такое сделать американцы нет они насчет этого они законопослушные нормальные а вот и туннель уже впереди тракет тракет слабенький такой она сейчас еще остановится пешком выйдет пройдет просмотрит наверно потом вернется сядет машина слабенький тракист молодой наверное неопытный вот из такой большой речки вот превратился уже вот такой ручеек уже не ручеек но уже очень узенькая речушка на отдых очень много едет людей очень много вот полностью гора вырубленный лес и уже молодой посаженный и уже все повыросло смотрите уже какие они елочки у нас в основном сосны здесь практически нету в основном елка идет и редвуд идет это редвуд очень здоровые деревья они очень высокие может там по 200 300 лет есть там наверное 2-3 человека надо чтобы обхватить так что а так разных кустарников разных деревьев речушка уже совсем масенькая красота сводит пока чуть-чуть капать начал 163 здесь мы как-то ездили места искали очень красивые места очень красивые ежевики столько до всего года 4,97 солярка что-то дешевая заехал это дешевая солярка для траков пойдет не пойдет ладно у нас до дома хватит солярки 6 долларов 5,99 вообще оборзели они посмотрите какие карты медов омс красота хорошо мед дает очень хорошо мед дает повыше в этом году вообще не сильно высокий вон пчелы стоят вон они пчелки стоят чуть-чуть дождик начинает крапать но уже осталось мне майло в 80 до шапа и до дома сегодня наконец-то попаду домой домой Продолжение следует...